Наш эфир продолжает программа Ефима Ферштейна «Похищение Европы». Здравствуйте, Ефим. Добрый день, Сергей. Добрый день, дамы и господа. Ну, у нас довольно серьезно обсуждается тема противостояния некоего между Китаем и нашей страной. Ну, и, может быть, об этом поговорим и в свете того, так сказать, чью сторону в этом противостоянии принимает Европа. Ну, давайте, давайте, тем более, что такая вроде бы частная тема, то есть европейский взгляд на конфронтацию Америка на китайскую может нас привести к каким-то глобальным обобщениям, я бы сказал. В принципе, разумеется, здесь не чувствуется в Европе такая острота вопроса, как у вас, потому что это видится издалека, из Европы. Здесь свои проблемы с китайцами и с китайской политикой, но не те, которые стоят в Америке. Особенно сейчас перед выборами, где Китай пользуется любым случаем для того, чтобы свои карты разыграть и свои козыри представить в этой игре в пользу одного или другого. В данном случае в пользу демократов. Как известно, и это и китайские секретные службы, разведсообщество не раз говорило, что китайцы в данном случае заинтересованы в победе Байдена. В Европе знают и о военных аспектах этой конфронтации, скажем, о противостоянии американцев и китайцев в районе островов Спратли. И об экономических аспектах здесь много обсуждается сейчас угроза Китая реализовать на рынке, на бирже, скажем, на мировых рынках, часть векселей, часть американских государственных облигаций, которых у Китая накоплено много. И если даже одна пятая, как говорят, то есть до 20% будет выброшена на рынок, это может сильно отразиться на состоянии американской казны. Правда, это не смертельно. Но европейцев интересует другой аспект. В Европе особенно чувствуется то, что экономическая мощь Китая обычно трансформируется в политические требования какие-то. Китай надеется использовать свою экономическую мощь для того, чтобы так или иначе подчинить себе Европу. Какое-то время назад, в 2013 году, Китай пришел с мощным таким проектом, предложением европейцам, которое называлось «Новый шелковый путь». И сейчас он поменял свое название, это «Инициатива одного проекта, одного пути». Заключалось это в том, что якобы Китай собирается помогать европейцам в деле строительства инфраструктуры, опираясь на опыт исторически большого шелкового пути, который когда-то соединял халифаты испанские с Китаем. То есть через всю Европу и Азию. Это все было бы прекрасно, если бы как всегда не было загвоздка. Загвоздка заключается в том, что Китай связывает не только здесь, связывает везде, повторяю, свою экономическую помощь, хотя о помощи говорить трудно, свое экономическое сотрудничество с политическими требованиями. Вот сейчас буквально на днях появился прекрасный пример, на котором я могу объяснить вам этот тезис. Председатель чешского сената, человек по имени Милош Вестерчелл, посетил Тайвань. Он посетил его фактически под давлением обстоятельств, потому что эту поездку задумывал еще и его предшественник на этом посту, который неожиданно умер. Осталась программа посещения и новый председатель чешского сената решил продолжить ее и осуществить эту поездку. Здесь надо сказать, что сенат в чешской политической системе играет определенную интересную роль, роль нелюбимого властями, но тем не менее действенного института сдерживания, который все-таки, имея возможность, иногда может блокировать какие-то законопроекты или не утверждать каких-то политических деятелей. В принципе, это получилось потому, что сенат имеет другую формулу выборов. Там выбирают личностей, а не членов партии. То есть они могут быть, разумеется, членами партии, но не за это их выбирают. Их выбирают по индивидуальным, единоличным мандатам. То есть там, естественно, личность человека имеет большую роль, чем партийная принадлежность. И вот, сенат оказался в левой коалиции, правящей сейчас. Сенат оказался правым институтом, который проводит свою внутреннюю и внешнюю политику в определенной степени. Вопреки позиции президента правительства, то есть председателя правительства, премьер-министра этой правительственной коалиции, состоящей из одной олигархической партии и одной социал-демократической при поддержке коммунистов, это правительство всеми силами пыталось сенату, его председателю, как-то вставлять палки в колеса и добивалось того, чтобы поездка эта не состоялась. Почему? Против этого активно протестовал Китай, разумеется. И здесь мы оказываемся у серьезнейшей проблемы. Поездка, надо сказать, состоялась, председатель сената вернулся, поездка была деловой. Он ее представлял как деловую, а не политическую. Это была не поездка на межгосударственном уровне, потому что Тайвань, как всем вам известно, является непризнанным государством в данном случае, поскольку Организация Объединенных Наций под сильным китайским, да и российским нажимом приняла тизис о существовании лишь одного государства. И этим государством является Китай. Одна территория, одно государство. Какое-то время китайцы дурили, я бы сказал, мир тизисом, что одно государство, но две системы. Так это и называлась эта программа. Одно государство, две системы. В которой якобы могут уживаться и коммунистическое, диктаторское государство, и капиталистическая форма правления в некоторых частях. В данном случае в Гонконге и на Тайване. В Гонконге мы уже видели, к чему это привело. Но Китай, разумеется, не выполнил своих обязательств. Во всяком случае, по мнению Запада и в том числе по мнению Великобритании, которая была когда-то колониальной державой. Договорилась с Китаем о том, что одно государство, две системы будут действовать по крайней мере сто лет. Во всяком случае, до половины этого века, до 2050 года как минимум. Разумеется, китайцы не соблюли это требование, нарушили его и ввели в Гонконге свои собственные законы. То есть фактически лишили эту провинцию автономии. С Тайванем этого сделать невозможно. Было это слишком богатое, достаточно многочисленное по населению. Часть страны, я избегаю, обратите внимание, сознательно избегаю слова государства. И не так легко говорить о Тайване, не применяя этого слова. Сказать провинция Китая тоже невозможно, потому что она только в глазах Пекина является провинцией Китая. Но международное сообщество пошло именно на это, на непризнание Тайваня. Здесь надо сказать непризнание как бы задним числом, потому что Тайвань был всегда признан. Но политика одного Китая привела к тому, что Тайвань был исключен из всех международных органов. Сейчас его признают всего 15 государств мира, как отдельное государство. В Чехии, о которой мы говорим, Тайвань тоже считается непризнанным чем? Вот скажите, чем? Ну, государством сказать нельзя. Нет посольства, нет дипломатических отношений. Но есть представительство, которое занимается экономической деятельностью, предпринимательской деятельностью. И, обратите внимание на парадокс, инвестиции Тайваня вдвое превышают инвестиции континентального Китая. То есть Китай больше говорит, но меньше инвестирует. А если инвестирует, слежу за этим делом достаточно внимательно, то он инвестирует в такие отрасли и в такие предприятия, которые не генерируют ни продукцию, ни рабочие места. Он покупает футбольные клубы, например, или газеты, их редакции целиком. То есть рабочих мест не возникает, а деньги вроде бы вкладываются. Так вот, Тайвань вкладывает деньги в такие сферы, которые генерируют и рабочие места, и дают новую продукцию. Это автомобильная, сталелитейная и другие виды промышленности. Так вот, председатель Сената, милыш Вестерчил, полетел туда, встречался со всеми деятелями этого непризнанного островного формации, чтобы избежать слова государства. Получил даже какие-то награды от них. Кстати, в прошлом и я по приглашению Тайваньского министерства информации посетил этот остров. Так вот, Китай объявил чешскому государству чуть ли не государственный бойкот. Он направил ноту, выдержанную в самых грубых и недипломатических выражениях, где пригрозил председателю Сената, а это, кстати, важно понять, это второй по значению в иерархии правительственной, это второй по значению человек, по конституции. В случае болезни президента власть переходит к председателю Сената. Так вот, Китай в официальной ноте пригрозил этому человеку тяжелейшими последствиями. Прямая угроза жизни. Он написал, что последствия будут крайне тяжелые и для этого человека, и для его государства. Проблема-то в том, что президент Чешской республики верный, верная шестерка китайского президента, который когда был здесь, ему была не только красная дорожка развернута, но ему были оказаны почести как центрально-африканскому императору когда-то в прошлом. Так вот, этот президент не только чешский, не только покарал своего председателя Сената, но и через свою шестерку передал китайцам, их руководству, что он накажет сам и наказал уже этого бунтаря, которым, повторяю, является двойка в конституционной системе, второй человек, и накажет его еще больше, не станет его приглашать в Пражский град. Вот такая парадоксальная, чудовищная ситуация. Она, конечно, возникает не только потому, и здесь мы переходим к какому-то обобщению, она возникает не только потому, что таково отношение китайцев только к центральной Европе. Они здесь пытались сколотить какой-то клуб странный, я имею в виду центральную и восточную Европу, клуб из 17-ти, государств плюс один, этот один, это Китай, которые бы проводили собственную политику, близкую к китайскому правительству, так сказать, и тем самым отделили себя от общей политики Евросоюза. Бог знает, какова эта общая политика, здесь особо не приходится говорить о единстве, но тем не менее, эта попытка китайцев завершилась неуспехом. Почему это все происходит? Это все происходит потому, что мы живем в мире, где крайне плохо обстоят дела с дефинициями, с понятиями, с центральными понятиями, которые, собственно, определяют судьбу нашей цивилизации. Что такое государство? Почему одно государство признается международной организацией ООН, а другое государство не признается? Каков признак формирования этих государств вообще? Почему один Китай? Почему Тайвань должен считаться как провинция коммунистического Китая, имея 40 миллионов населения, Тайвань довольно большая страна, имея объем производства, объем ВВП вполне сравнимый с лучшими государствами мира? Почему он должен считаться провинцией? Ответ прост. Да потому что этнические же по происхождению они тоже китайцы, но это, знаете ли, ни в какие ворота не лезет. Во-первых, тут нельзя говорить о какой-то исторической принадлежности, потому что Китайская Народная Республика появилась примерно в тот же год и тот же месяц, что и Тайвань. Она появилась тогда, когда закончилась гражданская война, братоубийственная и национальная армия Китая, так называемые китайские националисты, во главе с Чан Кайши, высадились и остались на острове Тайвань. Так вот, говорить о какой-то исторической связи не приходится. Этническая связь? Ну, простите, в мире десятки государств, этнически однородных, но тем не менее политически неоднородных. Ну, нельзя же вставать на позиции, близкие к гитлеризму, чтобы доказывать, что аншлюз с Австрией был правильным, потому что это и там, и в одной, и в другой стране живут немцы. Бред собачий. То же самое, некоторые государства, скажем, объединены лояльностью к Конституции. Мне не приходится вас учить этому. Это и есть, скажем, Соединенные Штаты, где нет этнического единства. По какому принципу и почему, говорят, скажем, и можно будет вообще говорить о сепаратизме в случае желания какого-то штата бросить, выйти из Союза, из Унии. Какой принцип объединяет только лояльность Конституции, если какой-то штат считает, что это не так? Повторяю, в мире таких примеров можно найти миллион. Почему Венесуэлла считает своим основателем Боливара, но название Боливии совсем в другой стране, где живут люди весьма похожие, говорящие на диалекте того же испанского, но они создали другое государство, да и третье рядышком, и четвертая вся Латинская Америка, кроме Бразилии, говорит на испанском, на диалектах. И все они этнически вроде бы похожи, а государства разные. Я уже не говорю про Африку, где вообще полная смесь. Почему Китай должен восприниматься, как одно государство, и Тайвань не может быть признан, как самостоятельное государство, имея все для этого, и традицию правления, демократический строй, конституционный, высокий уровень, технологический уровень промышленности и прочее. Вот это проблема всего современного мира, на мой взгляд. Полная неопределенность. Когда один народ или одно государство не признают, заставляя его считаться на международном уровне. Тайвань ведь изгнали из всех органов ООН, заменив континентальным Китаем. Этих проблем в мире много. И я считаю, полагаю, что не ошибусь, если скажу, что эти мины, мины неправильных, несовершенных дефиниций, определения государств, будут взрываться в ближайшее время одна за другой. Мы вступили на минное поле, нам приходится ждать взрывов этих мин. Они будут наверняка взрываться в Европе, где, как вы сами знаете, есть много таких зон трений мощных. Это и Шотландия сегодня, это и Каталания, где совершенно непонятно, почему в одном случае должны народы оставаться вместе, в другом они могут жить раздельно и реализовывать принцип народа, народного национального самоопределения, вплоть до отделения. Так звучит эта формула. Это совершенно непонятно. И поэтому я повторяю, в отношении Китая, который сейчас пытается разыграть американскую карту, пора, на мой взгляд, было бы подорвать этот основополагающий, бессмысленный принцип. Если бы в Америке кто-то решился сказать, что Тайвань, да простите, мы его признаем как государство, у него есть все надлежащие параметры этого состояния, государственного состояния. А если захочет, почему бы, если захочет, я сейчас повторяю, это, конечно, может выглядеть бредово-революционным. А почему бы его и не взять в состав, скажем, Соединенных Штатов? Точно на таких же основаниях, сначала как ассоциированное государство. Тогда его вопрос будет решен, его будущее будет определено на долгие десятилетия вперед, и вряд ли кто-то решится тогда оспорить. Это право, если там будут американские войска. Но, повторяю, для этого прежде всего нужно, чтобы сама Америка сознавала себя как единое целое и своей одной частью не работала в пользу своего же исчезновения, а работала в пользу собственных американских интересов. Тогда можно будет по-иному взглянуть на окружающий мир, понять, что здесь есть много демократических и состоявшихся. Я не говорю о тех государствах, которые не состоялись. Тайвань вполне состоялся. И состоявшиеся государства могут определять свою судьбу сами, а не по этническому принципу, из-за того, что и в одном, и в другом государстве говорят на одном языке, хотя и с диалектами. Вот, я не знаю, Сергей, мы дошли примерно до... У нас есть звонок, давайте попробуем принять и послушаем. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемый Ефим, вы знаете, мне кажется, что это не только дело в дефинициях, как вы сказали, а дело в истории. И в этом, к сожалению, очень плохую роль сыграло наше американское государство. Дело в том, что во время Великой Второй мировой войны с японцами сражался с Чайханши. А Мао Цзэдун осиживался и прятался на севере Китая. И благодаря предательству американских левых, Чайханши вынужден был убежать, потому что, ну, так сказать, преференция была отдана Мао Цзэдуну, и Мао Цзэдун захватил власть в Китае. И вот теперь мы все это расхлебываем. Потом в результате ошибки Миксона он пошел, так сказать, навстречу Китаю, чтобы оторвать его от СССР и помог им развиться экономически. И вот теперь, вот это все последствия. Мы теперь расхлебываем. А о том, что вы говорите, Тайвань это государство, конечно, это государство. Это больше государство, даже чем Сингапур, но почему-то Сингапур никто не оспаривает. Спасибо большое. Ну, разумеется. Дело в том, что исторические параллели, они играют лишь вспомогательную роль. Никогда нельзя, основываясь на исторических параллелях, выстраивать современную международную политику. Это никогда не получается. Это заводит нас черт знает куда. Это Крым наш в конечном счете всегда, потому что кто, бог знает, чей этот Крым, если по большому счету говорить, конечно, он татарский в своих основаниях. Но вы знаете, сколько потрачено, сколько пороха потрачено на доказательство того, что Крым наш. Так вот, примерно с тех же позиций и китайское правительство говорит, Тайвань наш. Почему наш Китай образовался, как я уже сказал, после гражданской войны, от что было до этого в императорские времена китайские. И кого это сейчас может интересовать в качестве обязывающего принципа. Это не так. Мы должны исходить с того, какой путь проделала эта формация, как она пережила этот путь, чего она добилась и чего она хочет. Вот главный критерий, чего она хочет. Можно не сомневаться, поскольку и сейчас у власти в Тайване находится партия, которая, они ее называют, сепаратистской, националистической, которая требует независимости Тайваня. А мировое сообщество говорит Тайваню, да нет, мы не можем вашу независимость поддержать, потому что вы ведь провинция Китая. Это что такое? Как это понимать? Какая провинция принадлежит кому? Мы же помним и в Европе эти времена, когда шли тяжелейшие бои за Альзас-Латарингию, Элатрингию и так далее. Кому она принадлежит исторически? Франции, Германии? Конечно, и тому, и другому. Важно только самочувствие, самоопределение, решение местных жителей. В Тайване, к счастью, это не вызывает никаких сомнений. Они однозначно... Там нет силы, которая хотела бы воссоединения с континентальным Китаем. Нет такой силы. Есть там сила сближения с Китаем и полного отделения. Но нет силы воссоединения. Так вот, надо было бы прислушиваться больше к мнению самих народов, о судьбе которых мы говорим. Ефим, давайте мы, наверное, сделаем все-таки перерыв небольшой. Послушаем рекламные объявления, после чего вернемся и обязательно продолжим. Возвращаемся в программу Ефима Фиштейна «Похищение Европы». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200 на тот случай, если у вас возникнут вопросы. Ефим, скажите, а вот каким образом, как вы думаете, будут складываться отношения между Китаем и Россией? Потому что, по-моему, там как-то все непросто. К сожалению, я слышал только часть, Сергей. А, я... Окей. Если я правильно понял, как будут складываться отношения между Китаем и Россией? Да. Так звучал вопрос. Вопрос, по-моему, достаточно ясный. Путинский режим поступает предательски по отношению к своему народу тем, что он плюет на приманку Пекина. Она в случае России окажется не иной, чем в случае Европы. Китайская солидарность и помощь, она крайне своей корынстна. Я сейчас повторяю азы, которые наверняка всем общеизвестны. Пока же, пока Китай в своей международной политике, как бы солидаризируется с Россией по тем вопросам, которые ему не важны, а Москве важны. Он ей подыгрывает, скажем, в Совбезе. Он занимает примерно те же позиции, когда ему это не принципиально важно. Там же, где ему это принципиально важно, он смотрит на Россию. Крайне свысока. Не разу это в прошлом показал. Это и военные парады, на которых отсутствовали китайские представители в последние годы в России. И многие намеки китайцев на то, что они воспринимают Россию как сферу своего доминирования. Они в этой игре считают себя гегемоном. И вот что любопытно, ведь в течение одной человеческой жизни я тоже рос в Советском Союзе, где считали Китай младшим братом. Это проявлялось и в российских песнях, и в российском отношении, вплоть до острова Даманский, до тех времен, когда Китай Малдзидуновский тогда еще с Россией Брежневской тогда еще круто поспорили. С тех пор, вы прекрасно знаете, эти отношения пошли на спад, но потом восстановились. Но уже восстановились в обратном порядке. Старшим братом уже оказался Китай. Сегодня и в России все признают это. Так вот, долгосрочно, идя на поводу у Китая, можно только в результате проиграть. Россия, собственно говоря, рискует своей Сибирью, а ведь северо-восток, Сибирь считалась тем резервуаром неисчерпаемой силы России. Если эти регионы окажутся под сильным китайским, сначала экономическим, а потом и политическим, ведь мы говорим сейчас о десятилетиях, но не о многих десятилетиях. Точно так же, как сталинский Китай, довольно быстро, скажем, от конца 40-х, когда вообще возникла Китайская Народная Республика, до 68-го, когда уже воевали на острове Даманском. Прошло всего-то 20 лет. Еще 20, и уже Китай был, так сказать, в седле, а Россия уже была младшим братом. Заигрывать с этим огнем совершенно нерационально, а по отношению к своему населению это предательство. Это все равно выйдет боком России. Единственный шанс у России это сделать как бы подспорье в демократической Европе, там искать, там искать союзничество, там искать исторического сотрудничества, а не в Китае, который, к счастью для России, пока сосредоточен на других областях, просто потому, что считает, что Россия и Сибирь никуда не уйдут. Они обречены принять китайское доминирование. И вот это, разумеется, крайне опасная игра. Так могут играть только те, кто вполне уверены и разделяют аксиомы «после нас потом». Если так считать, конечно, можно все, но если Путин так не считает, то он занимается чистым предательством по отношению к своему народу. Хорошо, давай теперь поговорим о нас. Вот статью я нашел на Фейсбуке, которая начинается, или давайте сначала примем звонок, потом вернемся к статье. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Я выскажу свое мнение и потом выслушаю с удовольствием ваш ответ на это мнение. Мне кажется, что Путин очень мало заигрывает с Китаем. Надо брать пример того же Беларуси, где громадные китайские инвестиции, а в России практически нет. Знаете, почему так я считаю? Потому что после победы демократов на предстоящих выборах резко будет изменена политика США по отношению к Китаем, и к Китаем опять начнут дружить против России. И поэтому если бы Китай имел какие-то экономические интересы в России, может быть, может быть, этого бы так быстро не случилось, как это будет моментально реализовано Байденом и прочим. Вот такое мнение. Хотелось бы выслушать ваше мнение на мое мнение. Спасибо. Я вполне разделяю первую часть вашей мысли. То, что в случае победы демократов начнется резкий пересмотр отношений внутри этой тройки Россия, Китай, Соединенные Штаты. Резкий пересмотр. Но я не уверен, что этот пересмотр будет успешным и удачным и будет позволить администрации Байдена втянуть Китай в игру против России на своей стороне. Китайцы ведь не предмет, не объект чужих пожеланий, а скорее претендуют на то, чтобы быть субъектом истории. И они не позволят это с собой сделать. В первую очередь. Вот вы говорите, была здесь приведена история с Никсоном. Совершенно верно. Никсон попытался, но вот сейчас оценивая, исторически-то прошло, не века прошли, а всего лишь 30-40 лет от поездки Киссинджера в Китай. И что же? Что мы видим? Что принесла эта политика Америки? Да, открылся Китай, да, он закупил облигации на огромные суммы, да, он поставляет. Это, в общем-то, помогло ему развиться. Но разве Америке удалось разыграть Китай против России в результате? Ничего подобного не произошло, и подозреваю, что не произойдет. Я боюсь другого финала этой игры. Я боюсь, что в самой Америке, в Соединенных Штатах после победы демократов начнут проявляться те тенденции, которые приведут к реализации Арвеловского совершенно гениального проекта, который он выразил в романе 1984. Немногие обратили внимание на эту концовку, многие решили, что здесь уже разыгрывалась фантазия, я считаю, что это был геополитический проект. Раз уж мы говорим об утопии, то мы говорим о страшном для человечества исходе. Вспомните концовку романа и вспомните вообще, с кем велась эта перманентная война океании, то есть это блок государств, в которые входили Соединенные Штаты и Британия, против покоренной Советским Союзом или покоренной Россией Европе, которая называлась в данном случае Евразией, и против Ист-Азией или Ост-Азией, то есть Восточной Азией, покоренной Китаем. Вот эти три блока в романе 1984 стоят друг против друга. И все они, вот это важно понять, все они тоталитарные. Это борьба трех тоталитарных блоков друг против друга. И нигде в мире им не противостоит никакая демократия. А в таком случае говорить о том, что Китай будет с Байденом против России, это смешно. Америка просто при таком исходе этих выборов превратится постепенно в тоталитарное государство, а то будет бесконечно воевать и с Китаем, и с Россией, то есть иначе говоря из Азии, из Евразии. Вот такая концовка, мне кажется, более вероятна. Ну и вот предыдущий звонок делает вот эту статью еще более актуальной. Начинается она вот как. Трудно понять тех, кто удачно выпав из совка, приветствует строительство такого же совка в одной отдельно взятой Америке. Они способны привести тысячу доводов, почему так дальше жить невозможно, они не верят в античную мудрость, не навреди. Мне это, Сергей, что-то напоминает. я постарался изложить, как всегда, радикально, нелицеприятно, круто, жестко свой образ мысли. Это я пишу о предстоящих выборах. И думаю, что этот восторг этих литераторов, этих публицистов, которые приветствуют эти перемены в Америке. Перемены, на мой взгляд, ведущие в тоталитаризм. Ничего другого. Никаких других вариантов человечество пока не изобрело. Или это демократия достаточно плюралистическая, или это тоталитаризм, где победители знают все лучше всех других и заставят их, начнут их перевоспитывать. Так вот, да, поэтому я назвал это чувство гибельным восторгом. Этот их восторг от перемен это гибельный восторг. Это как как пел Высоцкий, чую, с гибельным восторгом пропадают, пропадают. Вот они фактически пропадают и испытывают восторг от этого. Я думаю, что это действительно выборы на перекрестке, сделанные на перекрестке от того, какой Путин сберет Америка на право пойдет. Пократили сохранить, налево пойдет, в собак придет. Это ясный путь в талитаризм, который, разумеется, придет не завтра, не упадет с неба завтра, но постепенно шаг за шагом будет развиваться именно в этом направлении. Просто какие-то старые понятия заменят новые понятия. Тогда в Савке была классовая борьба, которая, как известно, по мере исчезновения классов все усилилось и усиливалось и усиливалось. А ведь будет расовая борьба, которая почему-то вышла на первый план, стала той главной борьбой, которую сегодня человечество должно вести. Поэтому, если эту статью перечитать, то вы поймете, что я имел в виду. Разумеется, я стал объектом каких-то нападок, но самое интересное, вот что. Там один читатель, несогласный со мной, видимо, издавна и по своим причинам, он пишет, что я противник плюрализма, а таких надо запрещать. Он обращается к редакции, которая статью опубликовала, и говорит, почему вы позволяете себе публиковать такое? Вот это же интересно, потому что это в голове, это в мозгах одного человека, вот такие взаимоисключающие мотивы, понимаете? Он ради защиты плюрализма предлагает запрещать другие мнения. Такие люди, к сожалению, в Америке сегодня их круг круги. Абсолютно. Давайте попробуем принять звонок, потом продолжим эту тему разговорную, эту тему. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемый Ефим, вот как вы считаете, почему исчезли правители государств, которые волнуются о судьбе народа, о судьбе государства, как говорится, видят немножко дальше, чем своя собственная жизнь в правительстве? Почему их волнует только сиюминутные экономические выгоды? Трамп, это, как бы сказать, большое исключение, единственное, кто действительно борется за судьбу своего государства сейчас и в дальнейшем. Я просто даже сужу по этой иранской сделке, и они же не дурные, они же прекрасно понимают, чем это кончится. И все равно идут, как говорится, как кролик к властью дава. Скажите, пожалуйста, спасибо большое. Знаете, это мощный пласт вопросов. Во-первых, я думаю, что и Трамп, разумеется, прежде всего имеет в виду свои интересы. Это мне не мешает. Поймите, что каждый из нас преследует свои интересы. Важно, чтобы ваши интересы совпадали с интересами вашего общества. И в данном случае, как мне кажется, его интересы совпадают с интересами страны. Что он не делает, даже глупости, он делает всегда, имея в виду интерес, национальный интерес Америки. Всегда. У других это не совпадает. И здесь дело, конечно, не в том, что они понимают или не понимают. Я повторяю, мы касаемся очень серьезной темы в данном случае. Лидеров нет. Почему? Не потому, что перевелись люди. Во-первых, политика настолько обрыдла, используя такое слово, что в нее уже лучшие люди не идут. Вообще. Лучшие люди идут в компьютеры, в инженерное отдело, может быть, в строительство самолетов, машин и прочее. В музыку, может быть, но в любом случае не в политику. Она очень, очень плохо в последние годы себя зарекомендовала. А главное, почему так получилось, потому, что мир живет в идейной пустоте. Мир попал в какую-то идейную черную яму, где закончились проекты будущего. вчерашнего дня и не возникло проектов будущего, сегодняшнего дня. Никаких. Вообще никаких. Потому что коммунизм, которым, сейчас скажем, к которому стремятся леваки в Америке, это же не проект будущего, это проект прошлого. Просто они этого не прошли. Они этого еще не пережили на своей собственной шкуре, поэтому им это кажется еще не достигнутым вот таким сильным переживанием, интересным, который, как они считают у нас получится, у тех не получилось. Бред собачий. Здесь мне даже слов жалко для того, чтобы вам объяснять, что это бред собачий. Но настоящих проектов будущего, которые бы нас ориентировали не в прошлое, а в будущее, то, что называется по-американски vision, видение будущего. Этих проектов нет не только у американцев, к сожалению. их нет нигде в мире. А когда вы живете в пустоте, прошлые проекты можно считать отвратительными. Там были и нацистские, были и коммунистические проекты, но были и национально-освободительные, были и построения государства, были и проекты возвращения к плюрализму и капитализму и прочее. всегда было почему, зачем жить, зачем бороться, зачем, скажем, даже жертвовать собой. Грубо говоря, зачем убивать и умирать. Сейчас таких проектов нет вообще. И никто в Европе, а Россия не говорю, там единственный проект нажраться это пережить до завтрашнего дня. Там тоже закончились все проекты, русский, мирский, закончится полным фиаско и Новороссия или Новороссия закончились фиаско, Путин ничего не предлагает, он не знает идеи государства сейчас. Но то же самое, к сожалению, и в Европе. Все, все проекты как бы закончились, на складе нет новых. И вот это трагическая ситуация, когда зачем в такую политику, которая нам не указывает путь в будущее, зачем в нее идти, только ради корыстных целей. А такие политики же отвратительные, мы же видим, мы видим этих людей. Я сегодня наблюдал, например, героя завтрашнего дня, это адвокат Майкл Коэн, который гордится тем, что он предатель, так назвал и книжку, нелояльность, он не лояль, он предатель, он вор, и он герой завтрашнего дня. Говорят его сторонники, вот такими надо быть, понимаете, он трус, предатель, вор, но вот такими, такой будет завтрашний день. Это же чудовищно, это чудовищно. Друг, я не могу вам обещать, я сам не знаю, когда появится все-таки. Возможно, человечеству предстоит пережить катарсис какой-то, то есть пережить вот такой перелом, резкий перелом характера человечества, после чего, наверняка, все-таки, потому что это не в первый раз такое, появятся и новые проекты с завтрашнего дня, наверняка. Сейчас их нет, а значит, не могут возникнуть и лидеры, потому что лидеры ведь хорош когда-то, когда он вам говорит, куда идти, я вас поведу. Эти, куда везти, когда он не знает, куда идти, не знает, куда он может везти, такие лидеры, к сожалению, никому не нужны, потому они и не появляются, собственно говоря. Это трагическая ситуация, к сожалению. Понятно. Сергей, есть у нас еще звонки какие-то? Нет, народ внимательно нас слушает, внемлет, что называется. Я с удовольствием отвечу, потому что всегда меня это побуждает сделать какой-то шаг вперед, что-то еще. В любом случае, мне было интересно с вами, Вич. Знаете, что, мне вчера довелось побывать на ралли, вот такое, тоже в соцсетях, где-то промелькнуло, что будет ралли, сайт с ралли в поддержку Трампа, в поддержку республиканской партии. И, безусловно, поскольку это было в соцсетях, тут же отреагировали и эти террористы из Black Lives Matter и прочие другие, что меня немножко, так сказать, обескураживает. Ну, с этими все понятно, то есть, там два афроамериканца с мегафонами, это такие штатные, которые получают бабки за это. Еще пару человек, тоже профессиональные такие, так сказать, бойцы этого отряда, один якобы изображавший из себя мотоциклиста, но при этом на нем такой, такая защитная форма вся, я имею в виду щитки на руках, на локотнике, там, ну, весь такой защищенный, шлем большой на голове, он так его и не снимал, вонючий такой, довольно тепло было, он во всем этом черном, много на нем чего надето, еще рядом с ним такая же подружка стояла, но как бы с этими все понятно, это люди, это их вид заработка, они работают, они получают бабки за это, но смутило два обстоятельства, одна барышня, которая заседает, по-моему, на школьном совете в одном из школьных дистриктов наших, здесь, по-моему, в Баффало-Гров, кстати, учительница, так называемая, которая очень агрессивно пропагандировала, там, ну, однополые отношения, значит, ну, при этом она говорит, что она пропагандирует любовь, и это вот то, чем пичкают детей в школах, детей, именно детей, в младших классах, в начальной школе, и как результат вот этого безумия, там была группка, человек пять, наверное, соплюх, по 12 лет, можете себе представить, им 12 лет, через каждое слово, там, ну, они использовали буквально, там, может быть, набор из пяти слов за все это время, но очень агрессивно, очень громко, и через каждое слово мат, обращаясь к людям, которые им годятся в родителей, может быть, даже в бабушки и дедушки, значит, средний палец показывают и матерятся, просто вот через каждое слово мат, и это такое гнусное и грустное впечатление создает, и хотелось бы спросить их родителей, ну, во-первых, 12-летних по законам нашего штата они не могут быть без присмотра, даже в 12 лет в принципе это может быть проблема, потому что у нас с 13 лет ребенок может находиться как бы без супервижн, а этим 12, она призналась, что ей 12 лет, одна из них сказала, что 12 лет, и вот хотелось бы узнать, а как родители, может, они не знают, где находятся их дети, чем занимаются, а может быть знают и как бы благословили их на подобные действия, и разговаривают ли они таким же образом со своими родителями, то есть в любом случае я думаю, что ответственность родителей в этом смысле должна быть, если они не знают, это все равно на их плечах лежит, если они знают, то мне жаль таких родителей, чем это такой благополучный район Хайланд Парк, это такой действительно благополучный, довольно богатый район, который традиционно придерживается либеральных взглядов, они там приняли закон, что нельзя, так сказать, консилкерри оружие носить, то есть они борются со второй поправкой, но вот когда эти вот БЛМ-овцы пройдут, ну, даунтаун Чикаго, они разгромили, когда они придут в этот район, как они будут реагировать, они будут обвинять во всем Трампа, что это Трамп разжег это все, в общем, в общем, какое-то смешанное такое чувство, смешанное. Конечно, вообще, после победы, если она будет, как говорится, должны перекреститься православные, а другие помолиться, если произойдет это, то, поверьте, первых пять лет, там, пять, может быть, десять, будут, конечно, валить на Трампа, что разруха, которая наступит и не в центре, и в этих сабах, и в этих пригородных районах, что она вся из-за того, что он, он ненависть, проповедовал, а Беллэм проповедовали любовь, понимаете, а вообще, то, что молодежь так, я почти уверен, что у них и в семьях так, потому что обычно дети все-таки приносят многое из семьи, хотя есть и исключения, а вообще, корнем трагической проблемы является культ молодости, культ молодости, который захватил фактически всю общественную лестницу, общественную мысль, представление о том, что молодой, то есть юный человек, даже ребенок, еще не испорчен и поэтому способен принимать решения, он противоречит всей истории человечества, он противоречит вообще институту старейшин, он противоречит представлению о том, что со временем человек приобретает опыт, накапливает мудрость, здесь наоборот, поцарилось представление, что зачем ребенок рождается невинным, он полон любви к окружающему миру, вот ему и карты в руке он должен решать, то есть извращение-то проходит не в одном каком-то пункте, оно охватывает всю человеческую мысль, это одно из проявлений, поэтому видеть этих 12-летних, а завтра придет партия, которая скажет, это будет та же демократическая партия, которая скажет, может быть, сместить возраст избирательный с 21 до 16, до 14, сейчас в Австрии, например, поговорят о том, что будут избирать с 14 лет, так что здесь тоже периодически возникает вот эта тема снизить возрастной ценз для участия в выборах, что является полным безумием, глядя вот на этих соплюх, как же можно им доверить решение судьбы страны. Дети, которые еще в своей жизни ничего не сделали, ничего не осознали, а вот эта группа этих девочек, которые, кроме матерных слов, больше ничего на свет не производят, я не знаю, это, по-моему, несет в себе, таит в себе угрозу для будущего нашей страны, если это случится. Ефим, к сожалению, времени больше не осталось. Я люблю, что вы недостаточный прогрессист. Нет, к счастью. Спасибо огромное и до встречи в следующий раз. До встречи. Всего доброго, всем слушайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова